Всем привет, я Донис, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed Valhalla. Мы снова в Англии, солнечной, прекрасной, зелёной. И что за случилось у охотников? Эйвор, у тебя есть минутка? Петра, что случилось? Мой брат. Он должен был вернуться ещё давным-давно, но его всё нет. Он брат! Обычно он так не поступает. Я хочу разыскать его в лесу, но боюсь, что одна не справлюсь. Поможешь мне? По-двоём будет проще. Так у неё нет мужика, это брат получается? Идём, есть идея, где лучше начать? У Питербору. Там он покупает припасы для работы, а иногда разбивает лагерь у перекрёстка на полпути. Спасём этого слабого мужчину. Так, куда нам идти? Ну ты здесь находится, окей. Ну что, по коням? У тебя хоть есть коняшка? Или она со мной сядет? Ну-ка. Да, отлично. Значит, ты свободная, да? Как и Эйвор. Ха-ха. Пройдём по его пути. Надеюсь, он не наделал глупостей. А с ним такое бывает? Нет. Потому-то я и волнуюсь. Ты же помнишь, как мы его нашли? Помню. Белый олень привёл тебя к брошенному младенцу. Рука судьбы. Вот именно. Будто так его передали от одного защитника другому, словно... Словно дитя среди тростника. Так, на всякий случай, точняю. Её сожитель, получается, её брат. И именно его нашли тогда. У белого оленя. А то я сначала подумал, это их ребёнок там. Хижина, где мы волка нашли. Тут, кстати, событие какое-то. А, это уже другая территория. Это Линкольншир. Кстати. Тут мы ещё ничего не делали. Тут не было главы. Мощь 160 рекомендуемая. Ого. Серьёзно? Это его дорога, интересно. Он так шёл? Так, я думаю, мы поехали не по той дороге. Предлагаю вернуться и проехать как положено. Чтобы ничего не упустить. Вот, вот так вот он ехал. По основной дороге. Зараза, кто там? Ублюдки. Сейчас расплаты настал. Ха-ха. И всё, где остальные? Я снова кинжалы, кстати, взял. Кстати, если брать одновременно и топор, и кинжал, то он как-то странно воюет. То есть, воюет тем оружием, которое в основной руке. А второй, наверное, как щит используется. Вот давайте попробуем. Даже интересно. Вот сейчас в одной руке будет кинжал, а второй топор. Вот видите, он орудует кинжалом только. Топор, наверное, для блока. То есть, невыгодно использовать два разных оружия. Так, тут, наверное, он повернул. Залезай, давай. Какое всё-таки красивое животное конь. Обалдеть. Недаром их так издревле любили люди. Вон там. Может, он расположился где-то рядом? Если так, должны быть следы. Руины. Древнеримские. Скажи, что он жив. Он решил обследовать это место, видимо. Статуя Победы. Что это? Что это значит, кого-то рядом убили? Из онлайн игроков. Ох ты, какое место. Аккуратно, Петро. Посмотри ему в глаза. С ним точно что-то не так. Зараза. Каннабис. Каннабис. Это верная одежда Воллес. Станы мокрые. Похоже, обмочился. Ничего себе. Здесь кого-то ранили. Здесь кого-то ранили. Думаю, ножом. Надеюсь, не Воллеса. Кто-то умудрился тут умереть. Лошара. Что ты нашла? Холера. Погоди. Преликвия. Кстати, надо сдать их. Сюда. Давай, где ты там? Я видела, Эйвор. Он был совсем рядом. Воллес? Белый олень. Много лет назад этот олень привел к нему. Вау. Ничего себе, она какая быстрая. Я не могу призвать коня. Что это на крыше? Цветы? Петра, где же ты? Эйвор, сюда. Я тут. Там гуляния какие-то. Молния. Петра. Ау. Мимер, помоги. И она пропала. Опять наркотики. Вот Юбисофт любит наркотики, да. Наркотики сумасшедших. Это их тема. Петра. Покажись. Уже темнеет. То есть мы там нанюхались. Клея. И теперь приход пошел. Вот он, белый олень. Ааа. Олень. Он знает, где Петра. Какой красавец. Хорош. Дивное животное. Мне жаль тревожить тебя, господин. Эйвор, рад видеть тебя. Ааа, и прелесть. Ты то, о таком рассказывала Петра? Конечно. Взгляни на меня. Надеюсь, ты сможешь мне помочь. Петра потерялась. Мне нужно найти ее до заката. Нет, нет. Петра не потерялась. Она рядом. Совсем рядом. И ждет тебя. Иди за мной. Значит, ты хранитель этого места? Хорошо ли тебе живется? Тут, среди холмов и долин Мерси. О, вполне. Зараза, вполне. Что ж ты такой быстрый? Блюдок. О, вполне терпимо. Я ем, сплю, забавляюсь. Мне всего хватает, и я наслаждаюсь каждым мгновением. В общем, неплохо. А что это вы с Петро делаете в лесах? Может быть, охотитесь? В каком-то смысле. Мы ищем ее брата, Воллеса. Она прождала его весь день. О, ничего себе. Где же он может быть? Вот уж точно, где. Ха. Петра рядом? Боюсь потерять ее. Вот только что была здесь. Что? Что происходит? Мне пора. Сейчас, немедля. Йотуны. Здесь, в Мидгарде. Охренеть. Убирайтесь ее, Сунхейм. А не то вам конец. Новый уровень прихода. Что вы сделали с Петрой? Что вы сделали с Петрой? Отвечайте. Эйвор, стой. Я здесь. Я выбью тихо, отверт Петра. Я узнаю правду. Я найду тебя. Эйвор, я тут. Ничего. Дальше добраться. Ааааа. Прости. Иди. Кажется, я знаю, где искать волица. Да. Так. Его след ведет туда. Петра. Я... Петухи. Вы перебили петухов. Ха-ха-ха. Ладно, хорошо, что петухов. Петухов. Твоего друга, Белого Оленя. Но он исчез, прежде чем я нашел тебя. Кстати. Таким образом, видимо, разработчики показали свою ненависть геям. Потому что мы все знаем, кого олицетворяют петухи обычно. Мы их убили. Вот так вот. А йотуны голубые были. Он явился тебе. Ненадолго. Я говорил с ним, а потом он растворился в воздухе. Жаль, если честно. Он мне понравился. А, смотри. Зараза, опять приходит. Какой странный сейд, Петра. Где ты? Да вот же. Какой странный сейд. Какие хорошие наркотики, я бы сказал. То есть, они не могут использовать мистику, но они используют наркотики вместо этого. Вот так вот. Выкручиваются. Наркотики помогают, конечно. Хотите волшебства? Курните. Эй, Вор, я тут. Наверху. Петра. Как ты это делаешь? Легко. Стоит только захотеть, и все получится. Это так же просто, как ходить. Попробуй. Прямо как матрица. Опять? Петра. Как? Иди за мной, я покажу. Зараза. Эх ты, скотина. Ты что такое? Но смогу ли я, Петра? Конечно, попробуй. Просто беги вперед. Просто поверь в себя. Ну, давай. Нет, 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 перебор, перебор. У меня уж такое было, это был глюк игры. В этот раз поиграть. Да-да. Ты прямо как твой Асюнин. И ни царапины не осталось. Ну, пойдем. Волес, наверное, там. Ты уверена, что Волес здесь? Никого не вижу. Да, здесь. Спросим у кроликов. Они точно что-то знают. Верно. Кролики. Они всегда помогают, когда я укурюсь. Мои верные друзья. Главное, на черте и не напороться. Мы здесь уже были. Где-то тут на нас напали волки. Да. Надеюсь, их духи не гневаются и не захотят нас разорвать. О, нет. Духи волков пробудились. Здравствуй, Белка. Прости за беспокойство, но не видал это моего брата Волеса. Эх, он не говорит по кроличьи. Это быстрее. Он же никак не говорит. Скажи, крошка-кролик, ты не видал человека по имени Волес? Да, Олень. Благодарю. Эйвор, гляди. Олень вернулся. Какая прелесть. О, видишь? Белый олень. Он ведет нас к волесу, как и тогда. Я вижу. О, да. Вперед, Эйвор, за оленем. Он ведет нас в отрезвитель. Это, видимо, санитар пришел. Нет, нет, прошу. Не исчезай. Не сейчас. Нам нужен Волес. Нет, нет. Постой. Стоп, мы... Мы дома. Значит, мы просто ходили кругами. Хе-хе-хе-хе-хе. Хм, а что мы там высматриваем? Волес? Башка ты каменная. Мы тебя обыскались. И вот он я. Отдохнувший и готовый к труду. Где ты был? На обратном пути моя ноша была тяжела. Шел я медленно. Пришлось сделать привал. Я набрал грибов для похлебки. В общем, веселые были грибы. Я будто спятил. Садач. Бегал где-то. Проснулся в лесу голый и в синяках. Пришлось прокрасться голышом домой. Взять одежду. Теперь вот я иду за инструментами. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Грибы. Значит, олень был просто сном. Может так. Но не отвергай сны. Они часто значат больше, чем яфь. Так все наркоманы говорят. До сих пор слегка ведет от грибов, но... Приятно. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Еще не отпустила. Почему бы нам не раздеться? Было весело. Может, потом повторим. Только без грибов. Можно. Но надо спросить разрешение у кроликов. Блин, не знаю. Мне это нравится. Конечно, наркомане, но прикольно. Такие миссии тоже нужны. Хе-хе-хе. Но у них двоих есть потенциал, между прочим. Жаль, тут нельзя карточки собирать, как в первом Ведьмаке. Классная была штука. Реально классная. Но в этой игре такое не допустят. Чтобы пользоваться женщинами, нельзя так. Эх. Нифига себе. Три руды сразу. О, это прямо очень щедро. Ждет отмщения. Будет ждать вечера. Ты смотри-ка, территория. Ну, там должна быть глава какая-то. Там все-таки Линкольн Шир. Я думаю, будет. Потом. Так, мне надо сдать трофеи охотничьи. А потом уже пойдем на основное задание. Ну, по крайней мере, в ту территорию. Так, вот охотники. Ну что, можно повторить? Петра. Эйвор. Как дела? О! Ну-ка, попробуем. Не хочешь провести время вместе? Очень хочу. Я как раз собиралась пострелять из лука, чтобы не терять сноровку. Присоединишься? Это будет полезно. Давай. Ха-ха-ха. Не зря я покупал белого коня. Произвел на нее впечатление. Давай максимум. Помни. В одной мишени одну стрелу. Готов? Давай. Так, а мы одели на стрелы. Резинки. Видела, Петра? Видела, Петра? А, не дурно. Тех, и да еще. Какая-то ты медленная девочка. Да, получи. Так, у меня стрел не хватит. А, тут есть. Думаешь, сможешь лучше? Тя, куда еще? Был бы это олень, мы бы сегодня пировали. Ух ты, нифига себе, выстрел у нее какой. Блин, куда еще? Кажется, победа сегодня за мной. Славно. Ну, а теперь десерт. Было весело. Подождем в другой раз стрелы. Или, может, завяжем глаза? Мне вполне хватит и обычных стрел. С ними как-то безопаснее. Ну, ладно. Жду с нетерпением. Эй, Вар. Да я думаю, это все на веке. Хе-хе-хе-хе. Может, используем в следующий раз ребристые стрелы? Ох, как вы с Петрой гонялись за белым оленем, ничего не соображая. Я чуть не умер с осмеху. Чудесно, чудесно. Природа прекрасна. О, Лук Петры? Ха, прекрасно. Так, надо татухи набить новые. Скрати грудь. Рисуночки прикольные такие. Еще боевая корона Альфреда где-то обитает. Ну что ж, найдем. Я кое-что принес. Так, вот. Вот. Я тебе заплачу. Мех песца. Привадится. Слиток Вольфрама. Три слитка Вольфрама? Да ладно. Это что-то очень круто. Прямо вообще. Клык собаки. Собак убивать. Жесть. Отлично. Вот что мне нужно. Шкуры белого медведя. У меня пять есть. Одной не хватает. Так, ну пока больше ни на что не хватает. Пока все. Надо будет сходить в северный лес, поискать этого кролика гигантского где-то здесь. Ну ладно, потом. Я теперь могу сделать какое-то супер оружие. Или броню улучшить. До золотого уровня. Ну вот сначала набью татухи. Конечно, куполов нету. Но что-нибудь найдем. А вообще смысл в этих татухах? Их все равно не видно. Только то, что на лицо. А на лицо я менять не хочу. Так, перебил там некоторые татухи. Ну... Все что ли? Особо смысла в этом не вижу. Ну, до встречи, Эйвард. Так, любовное послание для Туви. Читал я это? Ты очаровала меня. Каждую ночь я представляю, как просыпаюсь рядом с тобой и вырываю тебя из мира грез. Ты не только сделала мне татуировку. Кстати, она уже зажила. Но и ранило меня самое сердце. И эта рана не затягивается. Я скучаю по тебе и с нетерпением жду встречи. Интересно, кто это такой любвеобильный? Ну, а теперь улучшение. А, кстати, лук же новый. Да. Лук-хищник, между прочим. Так, лук я заменю хищник. Этот разберу тогда. Пожалуй, все-таки возьму рекурсивный лук. Атака возрастает при высоком здоровье. Это важнее, чем урон от Крита. Блин, цена, чтобы разобрать 200 монет. Это охренеть сколько. Ну ладно, что поделаешь. А, взгляни, сколько тебе здесь силы. Э-па-уа. Красавец-то какой. Давайте я, наверное, улучшу свой любимый охотничий лук. Я чаще всего им пользуюсь. И сделаем его элитным. Лук-гунов. Прямо какой-то эльфийский лук из фэнтези. Если хочешь, могу отдать тебе. Что отдать? Конечно, это же мое. Хе-хе-хе. Ну, увидимся. Ну что, славно. Красота. Так, я предлагаю испробовать молот. Боевой молот или кузнечный? Возьмем кузнечный. Мощный критический удар. Избивает врагов с ног. Это круто. Прямо молот Тора. Очень нравится. Я понимаю, что, скорее всего, это не самое лучшее оружие. А, или это можно их два использовать. А-а-а. Это маленький молот, их можно вдвоем использовать. Вот оно че. Тогда прокачаем второй. Тебе это нужно? Но я не могу его прокачать. Ну ладно, с таким попробуй выходить. Это все. Так, ну что ж, я готов. Все круто. Испробуем молоты. Два маленьких молота. Должно быть весело. Будем делать отбивные. Так, ну а нас дела широ-вшире. Полетели-ка сначала во Вроекен. Там надо пожертвовать рыбу, которая у меня вроде как теперь есть. Ну лук теперь красавицы. Да, пять маленьких кумш. Тут озеро есть, где куча этих кумш. Маленьких, средних, больших. Теперь еще надо Камбалу найти. Морского леща. Морского леща. И кого-то еще. Там череп гигантской птицы какой-то. Это что за птица? У нее череп больше человеческого. Холера. Ну и надо прокачаться уже 16 очков. Так, вот способность. Серия скрытных убийств. Успешно совершив скрытное убийство, вы сможете метнуть топор во второго противника, стоящего рядом. Иногда это бывает полезным. Ну вот, интересная способность. Бесстрашный прыжок. При активации увеличивает область поражения. При атаке прыжки позволяет выполнить ее с любой высоты. Возможно, когда-нибудь пригодится. Ну, не то, чтобы прямо супер важное. А вот этот классная штука. Шутка Ассасина. Сейчас посмотрим, дойдем мы туда. Да. Шутка Ассасина. Нажмите F после успешного парирования, чтобы бросить дымовую бомбу и исчезнуть. Иногда бывает очень полезно. Когда не хочешь воевать, например. Парное тяжелое оружие. Вот это интересно будет попробовать. Пойдем-ка в эту ветку. Молот, кстати. Повышаем урон молотом. А тут есть, интересно, молоты двуручные. Вот так вот. 196 мощь. Вот это жесть. Но пока у меня двуручных молотов нету. Только одноручные. Не так много типов оружия, но зато все проработанные. Это круто. Это лучше, когда так делают. Что это за пинчуга такая? Это жрица. Пьянство. Она жрет и бухает. Так, ценные припасы. Эйвор ищет телеги с припасами и сжигает их, чтобы помешать бритам. Найдите двухстонский карьер. Ну что ж, будем искать его. Где-то здесь, возможно. Пойдем к этому событию. А там какая-то крепость в скалах. Серьезная. Волки-ублюдки. Посмотрите, какой складный домишко. Красивые. Никакая антихалупа. Ты-то зажиточный тут живет? Кажется, что это мать. Заперла как наказание. Тихо, тут столько ключей всяких, засовов. Эх, холера. Как же пройти? Молот не берет. Только стрела. Как обычно, первым делом. Лут. Ха-ха. Тут не открыть. Только с той стороны. Зарядка, как все непросто-то. Эй, так, снаружи! Ведьма заперла меня здесь. И спрятала ключ. Найди его! Эх, милый. Прямо квест не организовали. Эй, как ты медленно меня спасаешь. Хе-хе-хе-хе. Может, найдешь уже этот ключ? Поможешь мне выйти? Медленно, значит, спасаю. Сейчас оставлю тебя тут. А, все, вижу. Все проще. А может и нет. Тяжелая холера. Пиздеон перекрушил. Прикольно, если это шутка просто. Наконец-то! Как же мне здесь скучно! Что за ведьма заперла тебя? Мать! Ужасная старая карга, что хочет меня съесть. Спасибо тебе за помощь. На, но, что ты сейчас? Сейчас мы узнаем. Ичпыть ох, члиханный. Ах ты проказник! Глянь, что устроил. Весь дом вертном перевернул. Кто это? Я обманул его. Сказал, что ты ведьма и собираешься съесть меня на ужин. Да уж, хорошенькое дело. Теперь и за неделю все в порядок не приведешь. Хе-хе-хе. Как было весело! Я не ведьма. Я добрейшая мама из всех. Пусть и заперла сына дома. Как еще отучить тебя ковырять в носу? Хе-хе-хе-хе. Но она реально добрая, так как днеслась-ка этого спокойно. Другая бы сразу выпорола. Вообще-то надо было! Надо выпороть его! Но вообще тут опасно с детьми шутить. Они могут вырасти, гигантами стать, идти отлупить. Так, дальше мы пойдем сюда. Тут точек, кстати, столько. Ну, офигеть. Но, как правило, рядом с точками есть интересные места. А-а-а, вот! Видимо, про ту башню он говорил, когда показывал. Сейчас мы ее осмотрим. Скорее всего, там и будет наша цель. Рядом с ней. Там воронье кружит над ней. Это ублюдки. Там что-то лежало, кстати. Блин, Эйвор, классно слезаешь с лошади. Мне нужны медвежьи шкуры. Простите, мишки. Не заряся. Отбивную сделал. Вот так вот. Тебе, а что там лежало? А, просто добыча. А что они охраняли? Сокровище. Ха, засов. Насмешили. О, а теперь могу прокачать второй молот. Прекрасно. Посмотрите, как конь красиво стоит. Прямо к верху голову так. Опять засов. Вот ублюдки. Не дают просто жить. Вау, что это за вершину такая. Что это за место? Похоже, было ведьмаке в дополнении кровь и вино. Покажи мне все. Разбитая скала пополам. Как будто сам Тор ударил туда своим молотом. Ядрить. Так, пометить надо. Понять, что это за... А, вот. Скала Мэнстоуна. Мурского камня. Вот. Двухстонский карьер. Но туда мы пойдем уже в следующей серии. Это заканчивается всем, кто смотрел Благодарствую. До встречи. Так, небольшая добавочка. Я залез сюда внутрь. В эту башню. Посмотришь вокруг. Тут было небольшое сокровище. И вот что еще. Письмо. Подсказка. Личность члена ордена раскрыта. Тата. Защитник Вирда Оффы. Его можно найти в конечных Кватфорда. Но это позже будет. Ну, теперь серия точно заканчивается. До встречи. Не забудьте. Их ты. Их ты. Их ты. Их ты. Продолжение следует...